А вы знали? Марио рассматривался как персонаж для Wii-версии Sonic & Sega All-Stars Racing. Этот план был отброшен, так как сумму Digital не хотела связывать All-Stars с серией Mario & Sonic. В игре также планировалось задействовать более малоизвестных персонажей. Гиллиус Фандер Хэд из Golden Axe изначально рассматривался для игры. После того, как сумму завершили работу над Sega Superstars Tennis, Sega попросили поработать над другой игрой. Они решили сделать новую гоночную игру, отчасти из-за своего опыта работы над серией OutRun. Сумму также черпали вдохновение в сериях Mario Kart, Diddy Kong Racing, Sega Rally Revo и Forza. В ранней версии игры Sonic участвовал в гонках без машины. Эггман использовал ходячего меха, Тейлз управлял торнадо, Эмми в похожем автомобиле из Sonic R и Гиллиус Фандер Хэд был верхом на цыпленке. Однако сумму решили, что двуногие персонажи сделают игру менее увлекательной. Дрифт выглядел неестественно и была огромная разница в размерах между персонажами, у которых был и не был автомобиль. Они решили переработать игру и Гиллиус был удален во время одной из ревизий игры. Загрузочные экраны в Sonic & Sega All-Stars Racing имели подсказки под названием Sonic SES. Это возможная отсылка к фрагментам из мультфильма 1993 года The Adventures of Sonic the Hedgehog. Если говорить о старых мультфильмах, то VE и PC версии игры содержат интересную ошибку. На картах на полу Roll It Road нет Эмми в роли дамы, вместо нее стоит ежиха Сони. Это сестра Соника из мультфильма 1999 года Sonic Underground. Фанаты быстро заметили, что изображение было идентично фан-арту Сони от пользователя DeviantArt Lightning Duchess. Все это подтверждает исполнительный продюсер игры Стив Лайсетт, который извинился за использование арта без разрешения. В своем извинении Лайсетт объяснил, что художник искал официальный арт, чтобы использовать его в качестве плейсхолдера, но ошибочно принял фан-арт за официальный арт Эмми. Когда игра была отправлена в Sonic Team для утверждения, они нашли ошибку и Sumo Digital исправили изображение. В то время как текстура была исправлена в консольных HD-версиях игры, команда пропустила ошибку в VE и PC-версиях игры. Арт на низких настройках графики в PC-версии был исправлен, но не получилось исправить VE-версии из-за ее ограниченных онлайн-функций. После анонса игры в 2009 году фанаты узнали, что персонаж Найтс не появится в World Stars Racing. В ответ фан-сайт knightsintodreams.com запустил компанию «Не забывайте Найтс», намереваясь показать, что у Найтс все еще есть преданная фанатская база. В то время как игра была в большей степени готова, Sumo все еще имели ассеты персонажа из Sega Superstars Tennis. Они ответили поклонникам тем, что персонаж появился как камео в качестве знаменосца. Найтс, Реала и локация Dream Valley также были включены в сиквел Sonic and All-Stars Racing Transformed. Однако место знаменосца было отдано райстару, часто забываемому персонажу Sonic Team. Байонета также планировалась в All-Stars Racing Transformed, но в конечном итоге была отвергнута. Персонаж очень взрослый для такой игры, и разработчики опасались, что ее включение повысит возрастной рейтинг. На протяжении всей разработки Sumo нуждалась в одобрении Sega при реализации персонажей локаций. Однако Sumo должна была получить одобрение от разработчиков каждой франшизы. Sega сделала такой шаг, чтобы убедиться, что персонажи смогут быть максимально правильными, как в оригинальных играх. В какой-то момент команда должна была представить уровень Rogue's Landing Шунтару Тонака, директору Skies of Arcadia. Несмотря на то, что Тонака с холодным характером, во время презентации он якобы был так обрадован тем, как хорошо они передали атмосферу, что начал плакать. Sonic & All-Stars Racing Transformed была анонсирована 30 апреля 2012 года, через несколько месяцев после выпуска Mario Kart 7 для Nintendo 3DS. Сходство между ними было очевидно, и основными механиками, которые продавали эти игры, были их плавные переходы между землей, морем и небом во время гонок. Однако Transformed была задумана задолго до того, как Mario Kart 7 был представлен на выставке E3 2011 года. Лайсет сказал журналу Edge, «Они не делали то же самое, но было немного обидно, потому что наша игра вышла позже, и это выглядело так, как будто мы скопировали их. Мы никогда не думали, что они сделают что-то подобное». Первоначально у команды были проблемы с созданием водных сегментов. Сначала они попробовали реалистичную физику воды, похожую на серию Wave Race от Nintendo. Однако сумо посчитали это неподходящим, и после почти 50 пересмотров они остановились над чем-то похожим на Midways Hydro Thunder. У команды также были проблемы с полетными сегментами. Первоначально они создали локацию на основе Sonic Heroes, Seaside Hill, чтобы поэкспериментировать с полетом наземными и водными механиками. Игроки могли свободно летать, но это затрудняло предоставление игроку правильного управления для игры. Эта проблема была решена, когда сумо отказались от уровня Соника и создали уровень на основе Panzer Dragoon. Зона полета этой трассы была расположена в каньоне, который ограничивал возможности игроков и давал им естественное управление. Сумо также испытывали трудности с объединением всех видов управления. Первоначально каждый сегмент локации ощущался как совершенно другая игра, и только через полтора года сумо окончательно доработали управление. Команда также рассматривала возможность добавления сюжетного режима в Transformed. В этом режиме злодей похищал персонажей из различных вселенных Sega и заставлял участвовать в гонках для собственного развлечения. В конце этого режима злодей был бы раскрыт, как переодетый Доктор Эггман. В итоге сумо решили, что у персонажей нет веских причин объединяться и отказались от этой идеи. Они также беспокоились о стоимости актерского мастерства и анимации для катсцен, что только давало им больше оснований отказаться от этой истории. На официальном Sega форуме Стив Лайсетт выдал фанатам вызов. Если они проведут опрос и тысячи человек захотят, чтобы конкретный персонаж был играбельным, он бы спросил Sega, могут ли они участвовать в игре. Фанаты сделали опрос, и персонажи, набравшие более тысячи голосов, были В итоге Рио Хизуки из Shenmue был одобрен Сегой. Это стало возможным благодаря его появлению в Sega All-Stars Racing, и многие его ассеты могли быть использованы повторно. Хотя Рио был единственным персонажем, который появился играбельным, Сегада Сенширо сделал камео в локации Race of Ages. Его можно увидеть верхом на ракете с гигантским Сегой Сатурой на спине, впереди, когда игрок завершает круг на первом месте. Это отсылки к его странным рекламным роликам. Последний из них показывал, как он спасает штаб-квартиру Сега от ракетной атаки. В декабре 2013 года Саймон Лейн под ником Хан Дю из ютуб-канала Yorkscast был добавлен в Transformed. Все это было частью благотворительной акции Special Effect, благотворительной акции, которая помогает людям с ограниченными возможностями играть в видеоигры. Персонаж Эйджа сделал многочисленные отсылки на компанию Сега. В форме лодки он по форме напоминает контроллер консоли Dreamcast. Когда он автомобиль, принимает форму Hornet из Daytona, USA. А в воздухе он принимает форму реактивного самолета F-14 Termcast, отсылка на Afterburner. Sonic & All-Stars Racing Transformed — это вторая игра про Соника, трейлер которого не использует музыку Сеги. Первая такая игра была Sonic Generations, у которой был трейлер, использовавший песню Кэле «Тенд Ронни» для трейлера локации «Грин Хилл». Как и в Sega All-Stars Racing, игра использует старые озвучки из предыдущих игр по Сонику. Ни один из актеров озвучки не был зачислен в титрах. А вы знали, что первым скейтером в Тони Хоукс Про Скейтер не был сам Тони Хоук? Или что Sonic Adventure изначально был RPG-игрой для Sega Saturn? Больше фактов вы можете найти на данном канале или видеороликах слева или справа. Намного больше фактов вы сможете найти на официальном канале DiddyKnowGaming по ссылке в описании. А также спасибо огромное тем, кто поддерживает данный канал. Без вас бы этого видеоролика не было.